На борту судейского судна оранжево-белый флаг. Морковка, если говорить на сленге яхтсменов. Это сигнал, что старт воскресной регаты откладывается. Полный штиль. Но вот он, долгожданный, хоть и скромный ветерок. И появляется надежда. Гонки все же состоятся. Морковку снимают. Пять, четыре, три, две, одна. Чисто! А посвятили соревнования Паруса Самары тому, кто заслужил, пожалуй, как никто другой. Фотограф и художник, краевед и меценат. Он построил самый загадочный архитектурный комплекс на Волге, знаменитой дачи со слонами. А также был инициатором создания первого в городе общества велосипедистов и яхт-клуба. А сегодня в Самаре, которую так любил Константин Головкин, впервые в истории стартовала регата в его честь. Хочу сказать без ложной скромности. Вообще весь спорт в Самаре пошел от Самарского речного яхт-клуба, то бишь от яхтсменов. Мы этому рады и гордимся. Будем поддерживать дальше спортивные традиции Самарского речного яхт-клуба. Исключительный повод и исключительный случай. Довольно редко вместе стартуют и спортивные, и крейсерские яхты. Наряду с начинающими яхтсменами – опытные мастера. Стать участником регаты памяти земляка «Старый морской волк», как в местных кругах называют капитана крейсерской яхты Виктора Ганина, принял за часть. То, что вот Головкин, это очень хорошо. Во-первых, это хороший, знаменитый человек. И то, что ему посвящена эта гонка, это будет очень хорошо. Рассчитываете на победу? На победу? Да нет, не рассчитываю. Главное – участие. Даже участие в этой регате из-за погоды – задача непростая. Но в таких условиях и проявляется мастерство команды. При таких погодных условиях задачи одинаково сложны для всех. Ну, потому что очень мало ветра, и будет влиять умение гонщиков управлять парусами, терпение гонщиков при очень слабом ветре проходить дистанцию. Как раз в этом и состоит умение гонщиков. Не только бороться друг с другом, но и еще с погодными условиями. Идею провести регату памяти Константина Головкина предложили на Оргкомитете под председательством Александра Хинштейна, когда обсуждали план мероприятий, посвященных 150-летию известного самарского мецената. Организовали соревнования Министерства спорта Самарской области и Городской департамент физической культуры и спорта. Мы, конечно, будем продолжать. Идея прекрасна. Этот год вообще у нас очень сильно богат на события. У нас это 60 лет платируем в космонавтике и 170 лет со дня основания Самарской губернии. И, конечно же, день рождения Константина Головкина. Поэтому этот человек не просто меценат, это человек, увлеченный спортом. Он один из первых организовал велопробеги по Самаре. А на базе уже упомянутого яхт-клуба поднимал самарский спорт. Футбол, шахматы, коньки и многое другое. Трансляция первой регаты памяти Константина Головкина проходила на берегу Самары. Чемпионом дебютных соревнований стала команда капитана Павлова «Яхта Тиффани с Бэйби». Среди лодок класса «Луч» победил Валерий Федоров, воспитанник Самарской спортивной школы номер 6. Кульфия Сафина, Николай Епифанов. События.